В 2009 году пытание дальнейшего леса комбината панельного домобудования в Ганцевичах повстало в острое, как никогда. Еще крыгую предприемство было бы ликвидовано, но, как оказалось, выезды есть. Были собраны все необходимые документы для проведения процедуры банкротства, но областным исполнительным комитетом было принято в то время мудрое решение провести санацию. Разработана программа санации в 2009-2012 годы. Был назначен антикризисный управляющий. С республиканского и областного инновационных фондов было выдатковано больше за 1 млн 750 тыс. рублей. За эти сроки была проведена модернизация, и завод был перепрофиливанный на вытворчность наибольшей запотребованной у домобудования продукции. Перешли на новую технологию по программе «Широкий шаг». Это быстро возводимые дома, теплые, более дешевые, востребованные на рынке. Полная занятость у нас, полный рабочий день, ну и, конечно же, люди получают достойную заработную плату. Арматурщик Михаил Шепелевич працует тут, когда с 40 годов. И он добро помнит, стоят тяжкие часы, когда работники уже не сподевались, что предприемство по сбег не ликвидация. Были трудные времена. Люди уходили, зарплаты не было, получали очень мало. Не было заказов у нас, не было таких серий, что мы только делали старые серии четырех, пятиэтажки. А сейчас у нас лифтовые, надо было все, надо было кадры, надо было оборудование новое. Благодаря руководству закупили все. И, слава Богу, как говорится, все пошло своим путем. Сейчас отлично все, как говорится, заказы есть, очень много заказов. Люди начали возвращаться. Ганцевич и город Неверики, и буйных вытворческих предприемств тут у всего два. Тяжкое видеть, где бы шукали працу 160 заводшан, коли предприемства все же ликвидовали. Шмак тратила бы и экономика райцентра. Мы в первую очередь смотрим на занятость населения. И как бы для нас это очень важный аспект, что сохранен трудовой коллектив, стабильно работают предприятия. Стабильно идут поступления, как налоговый НДС, подоходный налог. Поэтому здесь тоже есть положительные тенденции для районного бюджета. Сегодня завод працу эффективно и рентабельно. Сам шукая заказчиков, удельничая в тендерах, освоивая выпуск новой продукции. Например, дорожных и аэродромных плит. Значная частка выработал, отгружается на экспорт у Литву и Латвию. Не крыльдят и очиных будовников. У нас есть объемы. Из того, что мы на сегодняшний день формуем, у нас 108-квартирный дом в производстве, который будет возводиться в Барановичах. Два 72-квартирных дома в Пинске. 60-квартирные дома в Иваново, в Ганцевичах. 36-квартирный дом в Лунинце. И в настоящий момент мы производим отгружку 20-квартирного дома в городе Иваново. В перспективах просматривается еще три дома. Один в Микашевичах, один в Лунинце и один в Ляховичах. Конечно, кажется, на предприемстве без державной подрымки ничего бы не отрымалось. Так само, как и без затекавленности и самоданности прационного коллектива. Теперь, после всех выпробований, Ганцевицкий завод – добрый приклад. Выйти, знаете, можно навод самого складанного становища. Алина Ракуська, Церина Страха, Юрий Цитов, телерадио компания «Брест».